друзья мои я хочу с вами выпить чаёчку и немножечко поболтать выпить таблеточки как я это всегда делаю перед сном вот как то так так сегодня международный день или всемирный день резиновых галош вот поздравляю вас с этим праздником кто-то из вас носил галоши я вот галоши не носила зато носила валенки зачем потому что я жила на севере россии на чукотке там где чукчи на оленях скачут и живут в их вам их там где деду оленину давали и на оленях давали покататься вот за самогонку нашу русскую я сейчас серьезно говорю это моя родина ты типа родилась там на это считаю как бы своей малой родины скажем так потому как в 45 лет я переехала в украину и мне 28 я прожила все это время в украине и считаю свою родину украину я совершенно ничего честно говоря не знаю россии вот кроме того что я в принципе неплохо говорю на русском потому как донбасса русскоязычный по факту края да вот и тем не менее я ничего в принципе не знаю россии я не знаю никаких там гимн я в принципе знаю им почти полностью российский и какие-то за может народные песни так знаете слегка там может где-то там несколько строчек подпеть вот а так я знаю гимн украины очень как очень хорошо полностью так так прямо нам вбивали в голову что мы должны его выучить что 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 один я знаю прям полностью аптеку ходила и у меня в этот был чехол от нетбука в руках я туда пнула лекарства вот короче короче дело к ночи нас короче очень сильно штудировать заставляли украинские вот у нас тогда тут такая была украинизация глобальная такая вот очень много школ открывалась украинских но знаете я ни о чем не жалею ничем не жалею при этом я обалденно знаю украинский язык вот участвовала в различных олимпиадах заняла второе место на международной олимпиаде по языку нашему вот так же я знаю множество украинских народных песен вот помимо как я уже сказала гимна вот за исполнение гимна в торговом центре в харькове я получила кошек в двое раз вот и к новому году притащила большую корзину всяких там солений вот огурцы помидоры горошек что еще икра там типа кабачковая баклажанная соки какие-то там овощные по моему фруктовые не помню были не были тем не менее тем не менее это клёво это клёво вот не каждый выйдет и споет гимн ну вот не каждый его знают раз уж на то пошло на мир сказал кафтаю как не как принцессами шаридата не как принцессы опью у меня привычка что всегда куда-то тороплюсь и она вот она как бы не так давно появилась скажем тогда у меня такого не было что и вы хлебала все да я сидела смаковала всегда вот потихонечку кушала наслаждалась а сейчас по кафтала и бегом по кафтала и бегом что круче мне это прям саму напрягать стало вот это кафтание вот жесть надо как-то учить себя наслаждаться чаем и не кафтать причем на работе я очень медленно пью я очень медленно пилы вообще могу забыть даже о том что я пью там чай или кофе вот здесь что-то по или просто недостаточно горячая привыкла прям очень горячий пить чай или кофе да и когда он очень горячий его как бы не попьешь шибко быстро это как бы не сильно горячий ну ладно ладно короче короче чем это чем это я вообще не помню чему я все это говорила почему я это все говорила причем здесь русские россии русские гривицы что я хотела этим сказать ну что ну вот что я хотела этим сказать непонятно короче я поняла вспомнила про валенки начала говорить вот у меня вот есть такая фишка начали за здравие закончили за упокой чипа перед батьков по кололистам вот это все мои вот это прям все мою короче короче я жила вот там вот на севере россии да и значит считают у своей малой родины скажем тогда и там приходилось носить валенки вот а вообще я считаю свою родину тем не менее ритманинку украину вот пусть меня хоть тысячу раз бросит тапками но я считаю свою родину украину потому как прожила здесь 24 года в украине вот это значительный промежуток довольно таки и я знаю украинский гимн украины украинские народные песни я знаю наши украинские традиции вот горжусь украина горжусь своей родиной я хочу купить себе я уже сказала вышиванку возможно еще какие-то атрибуты и к сожалению здесь я не могу этого носить потому как здесь данная вот и у нас все резко обрусели здесь вот соответственно тебе это а там в россии я смогу это носить кто 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 что против может указать данном вопросе не плевать вот тем более что и так видно что я не русская ну да типа я там родилась но если не родиться в украине или в россии он же не станет от этого русским мало ли если я родила во франции у меня же ребенок не станет французом от этого ну к примеру да он просто от франции очень любит хотя там никогда не был вот но тем не менее очень хочет там побывали значит смотрела я только что мог банк баба алёна как она жрела торт руками ну и она говорит что если у вас есть какое-то такое вот желание заветное так далее что вы можете его исполнить и вот иногда посреди улицы может срать захотеться вот что мне не к чаю конечно но все таки я вот беспонтовая я могу об этом поговорить вот жрать как свинья не могу вот не влезет а вот поговорить об этом могу вот она говорит выполняет исполнять типа свои желания вот у меня вот такой желудок интересного не может прям на улице захотеться срать вот или маму чем мочевой он иногда бывает берет вот после рождения малого да вот у меня бывает такое что раз резко приспичивал туалет и все прям мама родная это мне через детство как бы на нервной почве мы как мы постоянно ездили лечить твои глаза мое зрение на другой город ну как бы все та же схема и здесь синовата в донецк вот и короче короче я все боялась я что-то маленькая была лишь не знала что там не особо далеко как бы ехать вот и у меня на нервах начинала хотеться в туалет потому что я переживала что это далеко ехать а не дотерплю вот ну как бы в чем суть я проверялась у меня все нормально просто вот такое туалетный утенок я я вот всегда вот если есть возможность сходить в туалет а всегда схожу вот не знаю это может на нервной почве я не знаю вот вот такая хрень либо у него чего пузырь морской нибудь маленький или он там близко к чему-то примыкает ну либо я воды много вот я вот это вот водичка полтора литрушка это мне на день а то может и не хватить это помимо того что я еще могу чайочку несколько чашечек выпить у чаще сейчас чай чем кофе почему-то как-то опять вот ушла куда-то в русло распивание чая кофе пьют только где-то кофе пью только где-то либо на остановках где-то там в ларечках вот сегодня обалденный латте пила в стрит дохс вот либо я не знаю в дом маке ну типа макдональдс местный вот либо там в каких-то шаурничных либо вот роялс роял бургер 0 как как-то так я не помню вот где у меня с трубочкой дали кофе по-моему так они называются точно не помню блин волосы постоянно запутываются же сережку вот эту вот здесь такая сережка есть будут не видно да она ну типа как этот господи ты все на свете вечно забываю боже хард хард полухарда это hard вот за нее постоянно цепляется цепляются волосы я хотела боже что тебе надо от меня какое-то создание пишет мне тут знаете типа ой привет сестра к тебе можно так обращаться только на английском пишет я пишу привет что тебе как бы надо от меня я не знаю насколько это такая каждый человек когда видит сообщение от собеседника он придумывает свою какую-то реакцию свою интонацию от собеседника да хотя она может совершенно не соответствовать действительности и на может казаться что человек на нас кричит или что она нас обижена будет нас хотят это совершенно не так вот и вот он такой пишите чего я пришеду подожди но даже ты блин написал сейчас он не скидывает мои видео с youtube и так понимаю не знаю что там ссылки на видосы покидал сейчас спасу потом посмотрю после видео что там у меня накидал вот этот товарищ соня подходит какой-то парень подходит орит девушка у него папочка в руках я думала что начнется соцопрос и я так не смело как-то повернулась и не повернулась особо на него не глядя такая типа что и такая уже стою боюсь что ему надо от меня на готовость не будут сигареты или ну сам открываю пачку потому что у меня был вот этот чехол в руках у самой сигарета в руках телефон как-то пытаюсь положить в этот в сумку перчатки еще в руках вот и мне еще вот это не хватало колупаться станет открывать пачку и короче он лишь открыл все это говорит вот горит от души душевно в душу там что-то да вот как-то так он сказал просто мне кажется что он еще что-то добавил вот и улыбается за вас ты такая то пожалуйста как бы но он так не смело подошел уже знаете мы переходим дорогу с лены господи давай уже что тебе надо вот скажи что тебе надо все мы решим этот вопрос быстро да да нет нет как бы да зависит от того что человек от меня хочет и все я погнала вот нет же вот это стоит не смелый вот лучше лучше когда не смелый вот такого человека тебя обращается вот не смел с несмелой просьбой чем когда в наглую на прополу ломит то что ему надо да что тебе совсем не не может не понравится вот короче в общем то о моем мочевом пузыре и вот значит мне может захотеться в туалет я же говорю я очень-очень сильно много жидкости еще пьет я воды пью боже я столько воды пью это капец и в общем-то в туалет не может приспичить и угодно еще люблю очень пепси без сахара но по себе сахара стоит дорого поэтому я покупаю редко вот хотя есть любимая у меня одна из любимых блогерок в инстаграме которая постоянно пьет пепси без сахара я и завидую я ей пиздец как завидую блин она пьет постоянно эту пепси без сахара и я такая дума блин она же стоит рублей 100 наверно двухлитровая откуда у тебя столько денег откуда у тебя столько денег я тоже так хочу и тоже так и по-доброму завидую я просто тоже хочу также я типа ну не думаю они ничего плохого типа там ах ты дрянь маленькая нет нет я я по-доброму я и завидую хорошая девчонка еще у нее 300 400 тысяч подписчиков в инстаграме она в 19 лет сама сняла квартиру себе вот такая умочка сама себе iphone купила и вот меня блин думаю неужели так вот можно зарабатывать в инстаграме но iphone стоит 120 тысяч наверное или сколько он стоит сколько стоит iphone просто мы из лесу вышли вот в украине другие цены в дэнерио я же говорю мы из лесу дэнерио вышли вот а какие там просить цены вот на последний iphone какая цена рублей 120 тысяч наверно да и вот вы знаете вот она все сама все сама она сама снимает квартиру оплачивает коммуналку она сама себя кота купила кота извините кормит минимум на сотку в день боже 5 это там нервные какие-то игры мало играть бабушка из прабабушка из девушкой вот значит значит а я вообще больше пришла чайку попить переодеться и с вами быстренько поболтать просто иногда быстренько не получается у меня и короче и вот она вся такая сама сама а девка хорошая ну как бы мне нравится то что я вижу скажем так я ее как человека не знаю но мне нравится то что я вижу да мне нравится ее страница в инстаграме мне нравится ее stories в телеграме я ее не смотрю больше нигде не смотрю если она еще на каких-то платформах есть вот но но мне все равно непонятно как молодая девушка может зарабатывать такие бабки вот скажите развейте мне сомнения может ли молодая девушка тратить на рекламу в инстаграме 100000 но тебе не жалко 100000 типа не окупятся как вот она потратила 100000 на рекламу покупает себе снимать квартиру сама себя покупать iphone коммуналку оплачивать шмотки себя покупает помогает его предкам очень реально можно столько зарабатывать но просто вот буквально вот другой тому назад я смотрела ее ну давайте не без так года два тому назад хорошо то вот чтоб вообще по-честному хорошо в семнадцатом году точняк вот тогда прям точняк у него было мало подписоты еще и не сильно развит к ну вот то есть если в семнадцатом году так было где-то в восемнадцатом наверное она стала потихонечку набирать обороты у него чутка получше стала вся ситуация и я вот сейчас смотрю 19-20 год вот такая ситуация то есть девка конкретно начала зарабатывать она прям начало зарабатывать и вот мне интересно тут как бы рыльца в пушку тут что-то нечисто или реально в 19 лет или реально я же говорю снимать хату покупать все продукты покупать шмотки оплачивать коммуналку кормить кота купить кота в принципе не дешевого породистого да купить себя и фон последней модели помогать предкам сказала не сказала продукт покупать охуенно дорогие просто я вот иногда вижу что у нее дорогая косметика те же какие-то крема еще что-то маски вот эти вот на лицо да для лица вот у нас допустим маски для лица вот я хожу по магазинам я вижу средняя цена 120 рублей на вот эти тканевые масочки патчи у нас рублей по 500 в среднем и вот скажите мне если такие цены на каждый день кладет себе по нескольку раз на один патчи иногда вот так по всему лицу а их извините в коробке сколько 20 25 штук сколько там штук в коробке таких патчей не в курсе вот маски такие дорогущие по нескольку раз на день делает еще помимо этого делает просто вот там из тюбика до маску на лицо нарощенные волосы сколько волосы нарощены стоят у нее уже штук 9 наверное татух татуировки особенно качественные они вообще очень дорого стоят всякие приблуды для волос дорогие она себе ногти делает вот скажите пожалуйста вот можно заработать в 19 лет такие бабки родители у нее весьма небогатый а очень середнячка вы живет она в чебоксара вот объясните мне вот реально такие бабки зарабатывать с канала я как бы дело в том что я не хочу наговаривать на человека вот потому как я не знаю все правды и она мне реально очень импонирует ее зовут они королева вакуума или богиня вакуума да вакуум упражнения вот это для живота кстати у меня как-то были проблемы сильные с желудком животом у меня когда мало родился у меня начало постоянно вздутие живота беспокоит вот но постоянно был как-то этот животик вот причем от любой еды абсолютно от любой и тут короче я открыла для себя упражнение вот это вакуум вообще интуитивно я ним ничего не знала просто я стала его делать я вдруг поняла что когда так делал мне живот не болит не вздувает ничего все прекрасно вот и я такая думаю блин какой классный упражнения лучше делать и q episode испытаю через время вот буквально не так давно скажем я в четырнадцатом это упражнение делала допустим и узнала о том что это упражнение называется вакуум в семнадцатом то есть дома прошло три года получается и тут я узнал что оказывается такое упражнение есть это не я первооткрыватель оказывается оказывается есть такое упражнение люди его делают у него с названия оказывается да вот вот так вот короче его баба алёна рекомендуют если вот что-то прям сильно захотелось делать вот если не захотясь поссать там на улице вот дико берем сесть и поссать или что но с одной стороны да это не мое заветное желание но мне же захотелось а может меня вдруг я не знаю вдруг сейчас вот я наконец-то встречу с мужем он зайдет ко мне в кабинет на работе и вот все страсть эмоции а и нам прям в кабинете у меня нет но это конечно вариант вот ноги если вот если на улице с ним встретимся на прям на лавках возле март этом джазу дать но за а захотелось сильно что что а что такого а что такого вот потом то мне еще такого хотелось вот прям вот какие-то заветные желания прямо я не знал мне никаких прям экстраординарных желаний нет я иногда хочу попеть и взять гитару пойти в переход песни 5 ну типа просто ну типа че нет меня почему-то никто в этом желании не поддерживает хотя раньше я так делала с местными ребятами вот в донецке я могла с ними выйти в переход и песни купить вот такие донецкие обрыва на наши местные вот мало могла с ними попейте причем знаете они зарабатывали на 2010 года на этот момент они зарабатывали где-то по 300 по 600 гривен за вечер каждый день ну вот как бы считать то если взять по 600 за 10 дней это 6000 гривен за 20 дней это 12 тысяч гривен да и получается 18 тысяч гривен за месяц пусть даже 15 будет вот так вот поменьше чуть возьмем может там деньги рыбные дали не вышли на 15 косарей это плата на момент 2010 года к слову и у нас тут их столько тогда было этих с пивунов и в общем то в общем то она вот говорит да если вот прям приспичина вот надо делать ребята давайте мы не будем путать как бы такие моменты но ты очень хочется залезть у меня никогда не было такого момента вы как сейчас есть в торговых центрах мячики и вот эти вот да как это сказать бассейн бассейн из мечей вот эти вот все как они называются господи лестнички там всякие горочки вот это вся при приблуды эти все я короче сильно хочу взять и залезть вместе с детьми туда и короче и и лазить там играть у меня такого не было в детстве мне так и сделать но во первых меня не пустят вот как мне быть если меня не пустят вот что какая есть альтернатива этому желанию вот у нее там девушка одна писала что она хочет побриться на усом муж сказал что выгонит ее вот и если да типа побреется и алены и посоветовала сбрить затылок угомониться и вот короче а у меня какая альтернатива может мне топовый блогер посоветуют какую-то альтернативу что вот мне делать вот если я хочу залезть торговом центре в бассейн вот этот шариками там где дети гасятся или у меня тупое желание или она сейчас начнет делить желание на тупые психические да как это она с анорексией сделала или нет ну то есть как как вот как вот мне быть с этим моим желанием вот что вот мне делать теперь продолжать мечтать вот несбыточные мечты или что что от не делать вот есть короче какая-то альтернатива или нет не знаю я настолько наверно не знаю хочу покрасить волосы в какой-то не знаю в красный в малиновый как у юзький фэм хочу малиновый такой ядреный или дреды хочу зафигачить дреды хочу хочу татуировку на руки на руки вот тут хочу татуировку себе вот может здесь где-то вот может небольшую может большую татуировку может здесь еще где-то хочу татуировку вот прям сбоку отношения прям сбоку вот хочу вот я пока не знаю вот хочу если я буду делать все что я захочу у меня во первых место живого на мне место я я буду как я вся буду обколота пирсингом как булавочки на сайте и у меня будет что-то непонятное на голове нужно как-то думать нужно думать действительно ли ты этого хочешь делать всегда думаю действительно ли я этого хочу я задаю себе этот вопрос или это мое временное помутнение временное желание знаете многие мои желания на самом деле отступают и остаются только истины которые я действительно хочу выйти в поле поорать узнаем можем практику он пробовала вот покрасить волосы в яркий цвет знаю можем практику им подстричься под мальчик не вопрос тоже пробовала покраситься в яркий цвет сейчас на спустя столько времени когда мне по 30 ник вот тоже могу просто не считаю это чем-то неординарным наверное я наверно очень многие вещи я с принципе себе не отказываю нет я не сажусь срать все-таки посреди асфальта дали посадь вот но я в принципе себе не отказываю либо мои желания такие вот весьма адекватные дан тут с какой стороны посмотреть просто я торт руками не буду жрать знаете почему потому что я первых уважаю труд кондитера для меня это какое-то вот не богохульство богохульство это все-таки в религии да может членов членовредительства нет наверное тоже не подходит может быть это на мародерство или как это называется что-то типа того я не знаю как это назвать на мне как-то вот жалко кондитера который так старался так вот это вот готовил и тут какая-то свинья берет и вот это все руками перетелепают мед интересно торты я не буду сейчас акцентировать внимание что-то в принципе недорого а может и родственники вообще не знали она сейчас выкинет эти остатки торта да там у нее 2 припасен для родственников да я не знаю что торт недорогой ли у них зарплаты хорошая она пошла короче купила сразу два торта для ебучего себе вот там да и для родственников но как-то я не знаю ты типа приходишь был торт а твоя жена в нем вот так вот перекал упалась типа вот кому этот торт теперь вот кто будет есть родственники это будут доедать или она сама будет сидеть потом дальше доедать это некрасиво я считаю что торт лучше попить с чаем со своими там мужем сыном допустим да попить с чайком этот торт вот угостить кого-то этим тортом попить торт на празднике могут в конце концов да они так-таки поселая в однорыло торт огромный не вот вообще непонятно как как так как вот можно еще не был короче видос где она жрала пельмени жареные пельмени жареные это короче фишка как бы да так она жрала бульмени мне кажется они еще более жирный чем нравится малюсенькие пельмешки вот когда мне было 12 лет я у меня пришла в подруге домой она нажатала пельмени и сказала что они как маленькие чебуреки это типа вкусно реально так и было вы знаете в 12 лет это была маленькая детская забава в 14 лет это было прикольно когда гормоны плескали да скажем так и мне хотелось то того то 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 вот у 10 во время беременности тоже один раз поела пельмени жареных вот и больше наверное нет пельмени жареные встретились в моей жизни наверное 1 5 максимум за все мои 28 лет и с 12 лет да я впервые попробовала вот за все эти года я их наверное на максимум раз 5 поела и честно говоря не вижу здесь вот сейчас я не буду это есть я не вижу в этом сейчас ничего вкусного в принципе чебуреки я не шибко то хочу тоже особо ничего вкусного жареное тесто или сварено в масле тесто вот с кусками фарша и чаще всего магазинные пельмени это не самое лучшее мясо скажем так в принципе в принципе особенно когда вы на кулинарии что-то покупаете вы должны быть готовы к тому что в блинчик туда не положит хорошая на мясо скорее всего а то что уже портится курочку не пожарят просто так в гриль да а только ту который уже срок годности подходит и который уже не купят у меня в человеку который общался с теми кто работает в супермаркетах эту фишку знаю так вот но вообще лет в 12-14 не было тоже по приколу пожрать вот так вот а облить это все я не знаю почему там так весело и смешно не слышу слышу что смешно что случилось не слышу короче что это ледомир вымочил короче это все облила вот так вот майонезом кетчупом и 12 я бы с радостью поела такую ерунду но сейчас ну типа не знаю как-то но не хочу не хочу такое есть и я вот все это время вспоминала как это типа вот эта отрыжка после этих пельменей какая она будет вот этот привкус мерзотный во рту после этих жареных пельменей не знал нет бабушка недавно вот год тому назад в принципе недавно может летом я не помню когда может весной а я что так поперла жарить пельмени но здоровенные такие почти как хинкали у них каждый день жарила и говорит ешьте ешьте там жареные пельмени все как-то ели а я короче нет ну что-то я не знаю либо я их натуре переела вот хотя за пять раз что-то там переедешь но я в принципе по многому налегала на них вот я не маленькую порцию в те в то время в то время ела да и прям хорошо так кетчупа майонезом не знаю но что-то мне прям прям я я не могу это даже видите мне вот почему-то вообще этого не хочется либо так мой желудок реагирует да в принципе я и так периодически конкретнейшую дрянь ем ну вот почему-то мне кажется что жареные пельмени это еще хуже чем то что я поела чипсов я вот после чипсов до сих пор отойти не могу у меня так и хотелось не так хотелось их при мне хотелось чипсов я их пожрала я больше есть могу нормально я короче там показывала уже в инстаграме у меня там йогурт короче был напиток там молочный молот молочные с дыней вот и вода полтора литра воды все я не могу вообще есть вот я по капельке пробую по капельке сосиска угостили сосиску съела до этого на работе до этого на работе там и клерчиком угостили я и клерчик съела вот маленький там на фоточке есть все и и как-то вот сесть поесть я не могу прям вот не могу я даже напитков таких вот да типа чай кофе почти не пью по сравнению с обычными своими днями вот реально на такое ощущение что я наелась прямо это было воскресенье когда я ела чипси на а сегодня извините вторник и как бы у меня до сих пор нет вот такого вот желания но не возникает голода чтобы я прям хочу есть у меня она не возникает абсолютно желание вот сесть поесть нормально там чтобы желудок курчал голова кружилась как бы нет я думаю что сосиски и секлера за целый день я бы уже десять раз а еще мандаринку съела я бы уже десять раз проголодалась ну что-то короче нет что-то не знаю не тянет меня поесть не тянет я знаю что вот у меня есть такая фигня я могу ходить вот такая вся полуголодная полуголодная ничего не есть нет а там где-то перебилась там куснула вот и короче вот как сегодня дам одна сосиска 1 мандаринка один вот этот оклерчик маленький вот такой вкусненький был такой маленький такой кругленький вкусный но почему-то тяжелый такого там прям тяжеленный был он такой малюпусенький он такой тяжеленный был капец и значит что говорит баба а лена так если эту вот ерунду жрет и рассказывает она спец у нас на по походе что какая-то девка не написала типа так и так сделай ты как-то говорит рассказывала похудение как ты худел расскажи свои какие-то там рецепты может быть да помоги мне все такое типа она говорит что ответят видео и вот значит она отвечает оно рассказала нам об анорексии человек который вообще ничего не знает об анорексии dB Сидит и об этом рассказывает. Она сказала, что это больные на голову люди, потому как они смотрят в зеркало. И только больная женщина может не видеть, что она типа умирает, что она прям капец какая худая. И продолжать при этом худеть. Я согласна. И согласна, таким людям действительно нужен психиатр. А лучше психотерапевт. И лучше, если это будет не психиатрическая клиника или психушка и так далее, где тебя залечат еще больше и обвинят во всех грехах. А хороший психотерапевт, который тебя из этого заболевания вытянет. И да, это действительно так и есть. У меня была анорексия. В 36 кг я продолжала ощущать себя толстой и видеть в зеркале толстую девушку. При этом я понимала, что я умирала. При этом я понимала, что у меня скоро остановится сердце. Я чувствовала себя энергичной, скажем так. Но у меня были ужаснейшие с удорой. Но я была очень энергична. Очень. Я прекрасно там в автобусах стоя ездила, на работу моталась, толком не спала. Все как всегда. Все как всегда, все на износ. Но при этом я понимала, что 36 кг при росте метр семьдесят один это не норма. И я боялась, что у меня вот-вот остановится сердце. Я очень переживала на все счет. Мой желудок в одно время отказался принимать любую еду, в том числе жидкую. Даже от воды я обливала. Мне было плохо, ужасно. В принципе, я рассказывала какую-то часть своей жизни и о анорексии, и булимии, в том числе. В предыдущих видео я не вижу смысла повторяться, потому как я там долго тоже вещала об этих заболеваниях. Как они произошли со мной в моей жизни, как я выходила из них. Но единственное, что я скажу, психушка это не вариант вообще. И психиатр в обычной поликлинике тоже не вариант. На тот момент о враче-психотерапевте я не знала. Психотерапевта я впервые встретила у себя на работе в... Сейчас. В прошлом году. В прошлом году я впервые встретила в апреле. Я встретила или в мае. В начале мая или в конце апреля я впервые встретила врача-психотерапевта, которая взялась мне помочь, но уже не с фигурой. А она решила мне помочь с моими взаимоотношениями с родителями. Я очень виновата себя чувствовала во многих моментах. Но при этом мне казалось, что все-таки я права. И вообще мне нужно было понять, виновата я или не виновата. Права я или не права. Мне нужно было рассудить меня. Мне нужно было расставить по полочкам мои эмоции. Я постоянно пребывала в депрессии. Я все время плакала. Я не могла спать. Мне было очень-очень плохо. Очень плохо. И я пошла навстречу к психотерапевту. У меня случались панические атаки. Я боялась пройти медосмотр в больнице, потому как у меня начинались панические атаки. Или пойти в магазин. Виной всему этому были мои взаимоотношения с родителями. Но, как оказывается, даже они из-за того, что со мной происходило на психологическом уровне, вот это вот все, да, виной этому они давали. Я начинала думать об этом, переживать. И у меня начинались панические атаки. По факту это так. У меня были задышки. Я вот так вот дышала очень сильно. Я не могла никак надышаться. Искала причину. А причина, оказывается, психологическая. Вы знаете, мне легче. Дело в том, что, во-первых, психотерапевт мне не сказал вообще ничего нового. Мне все то же самое говорил муж. Абсолютно все то же самое. Но мне действительно нужно было узнать мнение человека со стороны. Мнение человека, который ничего не знает о моей жизни. И мнение которого не будет субъективным, скорее всего. Который объективно мне скажет, это ты виновата в том, что так и так с родителями. Или это они виноваты. Рассудить их поведение. Рассудить мое поведение. Мне было важно выяснить причину моих психологических, моих панических атак. Вы знаете, они прекратились. Но потом у меня голос пропадает. Панические атаки меня преследуют по сей день. Очень, очень, очень редко. Скажем так, практически никогда. Вот. У меня еще остались отголоски, когда резко на улице может голова закружиться и перестать. Так же резко. То есть прям вот она не развивается, паническая атака. Прям аж вот так вот в таких масштабах, как это было до этого. Что я не могла ни в автобус зайти спокойно, ни в магазин, никуда. Никуда, где люди, где скопление людей. Я была как социофобка. Вот. Мне так становилось плохо. То есть я решила эту проблему. Я действительно ее решила. Но не до конца. Она, и так же я пребываю в очень таком подавленном настроении. И мы с ней разговаривали. Она говорит, что тебя делает счастливой. Я говорю, меня делает счастливое приготовление вкусной еды. Я очень люблю готовить на самом деле. Безумно люблю готовить. И безумно люблю экспериментировать с новыми блюдами. Люблю готовить много. Вот. Люблю готовить разнообразное меню. И я этого не делаю. Я очень люблю петь. Очень люблю петь. Особенно украинские песни. Вот. Очень люблю петь. Безумно. Вот. Я люблю переодеваться и петь. Собираться куда-то и петь. Готовить и петь. Купаться и петь. Я все время люблю. Я так люблю петь. И я не пою сейчас. Потому что, ну блин, я живу с родителями. Я не могу петь. Я не могу даже одеться. Так как я хочу. Почувствовать себя вольнее. Свободнее. А не накидывать постоянно на себя халат. Вот. И все эти моменты. Я себя зажимаю. Я себя стопую на всем этом. Да. Получается, я не делаю вообще ничего из того, что делала бы у меня счастливой. И получается, что из-за этого у меня тоже вот депрессия, подавленное плохое настроение и так далее. Я, в общем-то, очень многих вещей не могу делать, которые мне доставляют удовольствие. Поэтому это все очень сложные вопросы под энероксией тоже. И что самое стрёмное, что вот сидит такая мадам и вгоняет людей в булимию. Вот. Почему я так говорю? Потому что есть девушки, которые следят за собой, да, следят за своей фигурой. И тут какая-то вот кобыла им рассказывает. Нет. Нет. Ешьте, девочки. Ешьте. Ничего, чтобы поправить. Ешьте. Надо кушать. Попка округляется. Щечки розовеют. Да. Так же она рассказывает. И сидит, показывает, как она жрет. И есть люди нормальные, как бы, да, психически к этому восприимчивая. Есть люди ведомые, которые думают. Я вот это сижу, вот это вот мучаюсь на диете, у нее все так пиздано, давай клея буду жрать. Но люди, у которых... Сейчас я попугай открою.